Что значит не успела? Чем ты занимаешься целыми днями? Чего ты не успела? У тебя 11 класс, у тебя ЕГЭ! Я к тебе зачем хожу? Но у тебя девушка есть вообще? Нету. А что мы сел? Спросила про девушку. Так, прям голоском таким. Е. Ой. Переоделись пока. Йоу. Наверняка у многих есть тикток, да? Вот его установили. И вы думаете, я хочу стать знаменитым. Мне ничего не набирает. Ребят, выкладывайте наши ролики. Они набирают много. Посмотрите, сколько они набирают. Они набирают много. Выкладывайте 15 инкунт из нашего ролика. Вырезайте моменты. Вставляйте их в тикток. Указывайте обязательно какие-нибудь теги. Ребят, и вы попадете в реки. Многие говорят, да. Сережа, не залетает. У нас уже психушка. Тюрьма блокирует тикток. Ребят, это новая тематика. Ее еще не было. И тикток ее блокировать не будет. И поверьте, тот, кто сделает быстрее, выложит этот ролик. Это новая рубрика. Кто выложит ее быстрее. Много, как вы видите, набрали. По психушке просмотра смотрите. 10 миллионов. 12. Многие набрали по тюрьме. Многие набрали по бабушке. Многие набрали по детскому дому себе подписчиков. Аж 200 тысяч подписчиков. А вы будете первыми. Кто увидит новую рубрику в тиктоке. И вы получите, ребята, очень много просмотров. Если тебе лень, то не делай этого. А если не лень, сделай это. И ты увидишь, что именно этот видос залетит. Друзья, новая рубрика, она не заблокируется в тиктоке. Я обещаю, что будет минимум 100 тысяч просмотров. Попробуй. Просто попробуй. Ребята, да, он не врет, представляете? Вы можете стать знаменитыми. Смотрите, как вот эти вот ребята, они набирают охренительно большое количество просмотров. И вы тоже можете получать такие просмотры и подписчиков. Сделай это, я верю в тебя. Чуть-чуть шагов к твоему успеху, и ты добьешься своего. Ребята, а самое главное, то что за миллион просмотров вы получаете 3 тысячи рублей. У кого наберет миллион просмотров, вы пишите нам, мы предоставляем вам 3 тысячи рублей. Вы можете заработать раз, поднять подписчиков два и стать знаменитыми три. Многие мне пишут то, что тиктоки набирают всего по 100 просмотров. Но все это потому, что тикток блокирует нас и не помогает нам распространять наши видео. Но эта рубрика новая, и она 100% залетит. Если вы выложите это первыми, не упуская свой шанс, монтируй ролик и выкладывай. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Парадигма. Меня зовут Сергей. Меня зовут Вадим. И сегодня у нас очень интересная ситуация. Мы сегодня проверяем репетитора. Вот самое странное, да, вот мы проверяли няню, и сколько у нас вот все время выходило. Каждый раз подозрения оказываются реальными. Понимаешь, от репетитора, я даже не знаю, что можно от репетитора ждать, кроме того, что, например, будет где-то просто будет плохо учить и так далее. Но по мне, по мне это очень странно. Я не знаю, что, обращались там, да, измены, но не репетиторши, это очень странно. Но по мне это реально очень странно, Раня. Тебе могу немножко так сказать, мне эта женщина, я с ней когда беседовал, она сказала, что репетиторша молодая. И вот это уже как бы меня насторожило. Да что, молодые, у меня от сестра работает репетитором. Мы стоим у дома, и вот сейчас ждем маму, она нам тогда объяснить ситуацию, и мы вообще поймем, нужно ли нам это снимать или нет. Вот это, что нам нужно будет сделать, это, подскажите немножко эту историю. Что, почему именно? Ну, знаете, я к вам обратилась, потому что, в общем-то, весьма какая-то неприятная история складывается, потому что после каждого занятия с репетитором Геннадий становится каким-то возбужденным. А Геннадий это ваш сын? Геннадий это мой сын, да, возбужденный. И вы знаете, какая-то у него проявляется агрессия. Я наняла репетитора для того, чтобы он занимался с ним английским. А как английский у него? Ну, у него английский нормально, хорошо. Он подтягивается с этой репетиторшей? Нет, что-то вы знаете, сам он по себе английский неплохо знает, но у меня надежда на будущее, на его, что он будет занимать и связанная его работа с иностранными языками. Дело в том, что я не вижу улучшений, к сожалению. А вот сколько она уже преподает? Вы знаете, она уже преподает у нас более трех месяцев. И сколько раз в неделю? Она приходит к нам три раза в неделю, между прочим. Это что-то очень. И нет ни одних вообще улучшений в английском языке? Вы знаете, нет. Нет, нет, я не вижу улучшений. Но то, что становится каким-то агрессивным, раздражительным, возбужденным, вот это я вижу после каждого занятия. Вы говорили, что она молодая. Да, она молодая, 20 лет. 20 лет, да. И вы знаете, в общем-то, я к вам обратилась за помощью, потому что у меня какие-то появляются сомнения, что за занятия проводит она. А почему вы сразу тогда не сменили репетитора? Ну, если вот вы чувствуете, то что она как-то не подходит, ничего не изменит. Она мне подходит материально, по бюджету. Вот у меня еще что-то, вот она делает, да, выдерживает. Это сколько она берет за занятия? Она берет 300 рублей за занятия. 300 рублей? Да. Ну, в Москве это дешево, это очень. Это очень дешево. У нас полторы брали. Это заодно занятие, да? Да. А вы смотрели, где она отучилась, есть ли у нее диплом? Да, она мне предоставила документы свои об образовании, все у нее есть. Вот что-то она еще специалисты учатся. Ну, она у нее велосипед закончила, да, и у нее диплом подоставили. Диплом у нее есть, да. Хорошо, сюда нужно уже приступать. Влад, слушай, постановка камер, сейчас надо посмотреть, будешь смотреть на телефоне тогда. Сюда камеру поставь, чтобы это все было видно. Мы будем сейчас с тобой по рации, давайте проверим рации. Прием. Да, прием, слышно, хорошо. Все, тогда начинаем, все, работаем. Все, давайте. Он у нас не всегда срабатывает. Слушайте, а такой вопрос, а сын, он знает, что будет поедать или нет? Вы знаете, он сейчас в школе будет через час, пока его дома нет. Лучше сейчас получается, и... Да, она тоже через час должна быть. Ну, тогда мы успеем за час? Да, да, конечно. Мы сейчас камеры тогда все установим, да, хорошо? Влад, смотри, если я на шкакул тут поставлю, видно стол? И самое главное, вот вопрос, сын будет, сын должен не знать о том, что мы расставили камеры, не предупреждать все ни в коем случае. Хорошо? Хорошо, конечно. Так, смотри, сейчас нам ее наверх поставим, пожалуйста. Сейчас, подожди. Я сейчас, это первый камер устанавливаю. Давай ее наверх поставим. Скажи, как? Да, нормально. Видишь картинку? Да, картинка хорошая, вижу, отлично. Давайте вторую. Вот тут как? Отлично, да, хорошо. Отлично? Все, хорошо, доставляем. Сначала вы встретите, да, ребенка и няню. Потом вы спуститесь к нам, мы сидим в машине. И вместе там будем смотреть уже дистанционно по камере, что происходит здесь в квартире, хорошо? Влад, смотри, сейчас тогда мама встречает ребенка, мы выходим к тебе, потом мама походит к нам в машину. Ну, в машину помнили, где стоит там? Ну, и в машину, да. Можете вообще рассказать свою ситуацию, то есть в каком его положении, что у ребенка? Вы знаете, дело в том, что он у меня поздний ребенок, и я мать-одиночка. Я очень большие надежды на нее возлагаю. Я надеюсь, что, в общем-то, он сможет получить нормальные уроки от нее. Ну, вот, правда, какой-то возбужденный, не знаю. Вот это не нравится. Ну, конечно, за сумму, конечно, 300 рублей, и это понятно, что может такое быть, на самом деле. Ну, слушай, она может быть начинающая. У нас в мире же такую сумму брали, на самом деле. Она начинающая, наверное, поэтому... Ну, в общем-то, она, да, у меня небольшой опыт работы, но у нее есть образование, она мне предоставляла все документы. Ой, Деночка. Я пришел, мой дорогой. Я уже дождалась тебя. Давай, проходи. Просто я сейчас... Тебе сейчас репетитор придет, а мне нужно убежать. Меня там Анна Ивановна ждет. Да, хорошо. Да. Ген, как, Ген, хорошо? Да, обычно. Да, я тебя обниму. Я соскучилась с тебя, ты мой хороший. Так, давай, Деночка. Ген, Улечка, покушай, перекуси. Сейчас придет репетитор. Так, Ген, ну что такое? Ты где опять? В своих тиктоках? Ну да. Давай, вставай. Давай. Ну, Гена, ну пожалуйста. Мне надо уходить, тебе надо перекусить. Сейчас репетитор приходит. Все время ты в них сидишь. Ген, вот я все время хочу... Что ты в нем интересного нашел? Ты постоянно в них сидишь. С прикольным роликом. Ген, ты знаешь что? Давай, готовься. Сейчас репетитор придет. Вот твои ролики. Твоя задача номер один. Перекусить, и у тебя занятия. Пять минут. Хорошо. Пять минут? Хорошо, я согласна. Хорошо, потому что я тебя обожаю. Иду к тебе на уступки. А ты мне давай тоже иди навстречу. Да, с уважением к своей мамочке. Ничего страшного. Да, 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 да. Ну, Ген. Если вы устали от постоянного, мы тебя посуды просветают. Ну, сейчас, ну, порой. Потому что меня ждет Анна Ивановна, моя тезка, приятельница. Мне с ней надо встретиться. И к тебе сейчас придет. И петь, и так. Я хочу отдохнуть чуть-чуть после школы. Ген, и вообще ты думаешь о том, что... Милый мой, я тебе хочу сказать. Вот ты сейчас развалился. Я работаю на двух работах специально, чтобы оплачивать тебе, оплатить мне были возможности, средства репетитора. Понимаешь? Я хочу, я беспокоюсь о твоем будущем. Я тут при чем? Я лежу и трогаю тебя. Ну, какой ты стал? Ты меня не трогаешь. Ну, ты думаешь о том? Ну, ты думаешь о том? Ну, ты думаешь о том? Ты думаешь о поступлении? У тебя оденется в три класса. Ну, и что? Все нормально. Я лежу, отдыхаю, тебя не трогаю. Делай свои дела. Я же тебя ничего не требую. Какой ты стал неверносимый, Кенке? Что с тобой происходит? Со мной все прекрасно. Я отдыхаю. Сегодня пятница. Ну, хорошо, пятница. Я понимаю, что сегодня пятница. В ТикТоке я могу посидеть. Я готов из... Все, готов? Почти. Молодец. Все, готов. Ну, молодец. Я пойду ко мне, ладно? На часок. Хорошо. Гена, привет. Здрасте. Ну что, ты готов к занятию сегодня? Ну, все, Геночка, я пойду, мне нужно на часок отлучиться. Я скоро буду давать удачи вам. Хороших занятий. Будь хорошим. Да, хорошо. Какому тебя задали? У нас контроль на следующем уроке. Ну, сейчас мы готовим. Да, нужно повторить. Давай посмотрим, что ты делаешь. Ага. А вы это уже проходили? Школа? Ну, чем знакомы? Вообще, да. Ну, давай тогда посмотрим. Попробуешь перевести? Ну, постараюсь, да. Давай, почитаем, переводим. Я реально люблю ходить в магазин. Я думаю, это релаксирует, типа... Это позволяет отдохнуть. Позволяет отдохнуть. Джеву. Я не знаю, такое слово. Слушай, ну это, я не знаю, это слова класса пятого, наверное. Наслаждаться. Наслаждаться, релаксирует, наслаждаться времяпровождением. Ну, может, переведем как-то более? Ну, типа, я думаю, то, что это позволяет расслабиться, нормально провести время. I can spend. I can spend hours, windows. Hours. Hours. Слушай, ну это правда, это грамматика первого класса. Тебя читать вообще учили, нет? Ну, тут непонятно написано. То есть мы же буквы даже не знаем, да? Нет. Давай. Ты там хоть говори, а что они делают? Ну, они сели, вы сели учиться. А что говорят? Ну, они занимаются? На английском. На английском. Ну, он тупит очень много. Ну, господи, а что это она так, в общем-то, обзывает? А ты делал вообще домашнее задание, которое я тебе давала? Там все эти слова на перевод были. Я что-то не успел. Что значит не успел? А чем ты занимаешься целыми днями? Что-то не успел. У тебя 11 класс, у тебя ЕГЭ. Я к тебе зачем хожу? Ну, в конце концов, подойди ответственнее к вопросу. Ты кем вообще стать хочешь? Ты в университет собираешься поступить? Каким человеком, если ты не знаешь элементальных вещей? Давай, переводи. Ну, это центр, торговый центр. В Измай Франции, это типа с этими. С кем? С моей, я говорю, блин, мне надоело. Ты сейчас серьезно? В ТикТоке? Ну, лучше. ЕГЭ на носу, какой ТикТок? Все, это невозможно. Ну, это интереснее, чем это. У тебя контрольное. Ты не готов абсолютно. Ты не знаешь элементарных вещей. У тебя уровень первого класса знаний. Они у тебя вообще отключат. Выключи. Почему ты смеешься? Что смешно? Что смешного? У тебя мама платит деньги. За тебя переживает. Ты ни хрена не знаешь. Э, ТикТок! В него кинула телефон. А что она кидает моим телефоном, моим подарком в него? За ваши деньги еще купленные? За мои, конечно, деньги, которые мне не так легко даются. Не ТикТок, а учебники. Нет, ТикТок я хочу. Учебники. Садись. Я хочу ТикТок. У меня ТикТок. Вадим, а что он там бегает? У нас за ним бегает, и он кричит ТикТок, ТикТок. Хочет смотреть ТикТок, не хочет английский. Что это за... Это какой-то еролаж, честное слово. Да, хрена. Это, ну, вы сами вот говорите на нее, а, ну, как вы видите, ваш сын, если человек захочет учиться, он будет учиться. А тут уже даже любой аппетит не поможет уснуть. Вы знаете, я очень вам благодарна и признательна. Я теперь увидела всю реальность, в общем, реальную картину, что происходит. У него ТикТоки... Ну, что это за детский сад, блин, 11 класс. 11 класс, решительный у него. Он должен свою как-то уже карьеру думать о том, кем он будет. ТикТоки. А вот сам вам сын говорил то, что он учится, и все хорошо у него? Ну, говорил, да. Ну, вот теперь я вижу, как он учится. То есть она хочет его просто чему-то научить, а он просто от нее убегает. То есть с его стороны как неправильное поведение. Да, я вижу, что это вообще, в общем-то, из рук он выходящее, его поведение. Мне он говорит, да, мы занимаемся, но я вот теперь увидела в реальности все эти занятия. Что это за поведение? Ну, ТикТок. Какой ТикТок? Я тебе сказала, сиди за тетрадью. Да я не буду, тетрадь мне очень нафиг мне нужна. Зачем я этот английский? Потому что человек, как ты сам сказал, стать, хочешь тебе поступать, у тебя ЕГЭ. ТикТок. Садись за английский. ТикТок. Без ТикТока. Нет, ТикТок, ТикТок. Я тебе сказала, без ТикТока. Нет, ТикТок, ТикТок, ТикТок. Телефон сюда дай. ТикТок. Я не хочу английский изучать. Берешь тетрадь, учишь английский. Зачем мне там учить? И что? Переводи. Переводи текст. Да. Быстро. Нет, ну в конце концов, ну сколько можно? Что ты за человек такой? Выключи. Тебе просто человек говорит. Она его обзывает. Нормально? Я считаю, что это ненормально. Вот один хобби, но есть кипоткот, блин, это бипец. Как она может обзывать его? Она же находится, в общем-то, на работе. Я считаю, что это очень не тактично. Не педагогично. И не педагогично, да. Сейчас. Какое? Ты меня вообще слышишь? Ген. Это жарко, но реально. Слушай, а тебя вообще кроме тиктока что-то интересует? А у тебя девушка есть вообще? Нету. А что она сделала? Спросила про девушку. Так, прям голоском таким. А ты не задумывался почему? Особо нет. Может, надо перестать смотреть тикток и обратить внимание на женский пол? В тиктоке тоже есть женский пол. Она флиртует как-то. А, этот флирт такой у нее, да, начинается? Понятно. Все ясно с этой девушкой, с этим преподавателем. Пока что она делает выводы, на самом деле. Ну, там не виртуально, мы же в реальном мире живем. Ну, почему? В виртуальном мы типа тоже живем, правда. Ну, не иногда, а всегда почти. Ну, ты стал не получше удовольствия. Почему? Я получал удовольствие от тиктока. Ну, смешно же, смешно. Геночка, ну жизнь же не только там заканчивается. Здесь еще реальный мир, в котором полно женщин. Да, тут интересно. В котором ты можешь нравиться. Ну, тут нормально, мне нравится. А с девочками ты общаешься? Ну, пока, да. 24 на 7 сидит в этом... Не, она флиртует с ним. Слышу. Она не слушает, она говорит флиртует. Да, она с ним кокетничает. Она его, она его поглаживает. Ну, смотрите, поглаживает. А что они тебе рассказывают? Тебе какие девочки нравятся? С твоего возраста или постарше? Ну, ты с одноклассницами общаешься или на учительнице дограбываешься? Ну, кого не запрятаешь. Ну как, тебе же 16 лет, самый возраст. Для чего? Для тиктока, согласен. Для девочек. Ну, нет, тикток. Все же мальчики в твоем возрасте уже встречаются с девочкой, не общаются с нами. Ладно, вставай, учиться будем. Ну, в тиктоке нормально. Нет, в тиктоке не нормально. Давай сюда. Да что? Давай, включай, садись учиться. Где мы остановились? Да хрен. Что за слова? Это же не мат. Хрен это вообще. Хрен это как горчица. Приправа, две, две, две. Она в холодильнике. Давай, переводи в холодильник. H&M. H&M. Это типа реклама, что ли? Это типа магазин. H&M. H&M. Это моё любимое. Клозы. Баргейнс. Да, закончили. Следующее предложение. Блин, я не понимаю. Почерк, если честно, нифига. Твой же почерк. Сам писал. Да я типа на второпясь написал вот так и забил. Давай. Ай. Нифига себе это ай. Ай вроде типа палочка такая. Давай мы сейчас с ним бумагу поспорить. Да, время тратим. Ну это намного интереснее, чем делать это ДЗ. Не я тебе его задавала, и не я придумала ЕГЭ. Давай. Ай, also. Also, like. Like, ой, like. Честно, тут этот TikTok тратит, да. To catch a film. At least. At least. Пипец, почерк, конечно. Подожди, мне звонят. Читать пока научись. А ты что, она ушла на телефон? С своим телефоном? Беседует с кем-то? Оставила она уже урок, что закончился? Да, Лизочка. Ой, слушай, я сейчас это репетиторство. Помнишь, я тебе рассказывала мальчик такой светленький? А, она там с кем беседует? С подружкой своей? Она говорит про своего сына. А что она там про него говоришь? В чем дело? Что такое? Ну вот мы это, репетиторством занимаемся. Читать учимся, к химии готовимся. Тик-токи свои смотрят. Лиза кисает. Ну ладно, ты же знаешь. Я такое люблю. Ну, Лиз, ну, ты же знаешь, мои предпочтения. Почему она его там обсуждает? Да, давай встретимся, обсудим. Тём-тём, давай. Гея, ну что ты лежишь? Уснул, что ли? О, он даже уже уснул. Вот это урок прошел нормально. Она куда пошла? Ребята, кадры, как она переодевается, мы выложить не сможем. Но они есть в нашем инстаграм. Ссылка в описании. А что она там переодевается? Что это такое вообще происходит? Смотрите, ребят. Ребят, смотрите. Это нормально вообще? То есть она просто при нём переодевается? Это вообще возмутительно, что это вообще преподаватель английского или учительница первая моя по сексу выходит делать? Нет, она оголяется прям. Ну вот он-то делает, это что ты? Да это ненормально, я говорю. Это что, учительница первая для него будет по сексу? Нет, это бред полный, слышь, Вадим. Да, это ненормально. Так, ребята, я прошу вас, давайте всё на этом заканчиваем. Пойдём туда уже, на место и уйдём всё ради. Пожалуйста. Ну всё, я хочу туда уже. Хорошо, мы наперёмся. Здравствуйте. Ну что, занятия идут полным ходом? Ну да, мы закончили. Ну да, я вижу. А, успели закончить? Конечно. Молодцы. Что это вообще происходит? Что это за уроки? Мы лежим, мы тут обнимаемся. Что это происходит? Ты низким не обнимался. Извини, моя дорогая. Мы пока нотворили всё. Мы всё это видели. А кто вы вообще такие? Почему вы снимаете? Что мы такие? Мы что-то проверяем. А вы знаете, вот мне очень было интересно, что происходит с Геной. И как вы преподаете? Да, вы учительница ещё-то решили себе сделать учительницей первой по сексу моего сына. Как вы себе позволяете? Я не... Я позвоню. Я взрослый человек, у меня высшее образование. Он молодой. Он молодой. Ну, пока. Не, зачем ему гладить вот это всё? Ну что, это тоже... В медиконических целях, чтобы его хоть чуть-чуть отвлечь от телефона, куда он постоянно смотрит, ни хрена не занимает. Ген, убери этот свой телефон. Да я никого не трогаю. И потом, что как-то, с чего вы берёте и телефон швыряете? Это телефон я ему подарю. А вы по-другому с ним пытались разговаривать? Ген, не слышу. А вот эти перемены с ним произошли только в тот момент, когда вы стали его преподавать ему. Ну, вы знаете, без меня он бы вообще ничего не смог ни прочитать, ни перевести, и никуда и не поступит так. Ген, ты что творишь вообще? Что я творю? Что ты творишь? Что ты смотришь этими глазами? Что это? Для чего это? Гена, ты в Ютубе смотришь? Я ТикТок смою больше. А я ТикТок смотришь? Ну, на Ютубе будешь. Смотри, ты вот в хренью страдаешь, сидишь в секрёх, тебя и правда пытаются учить, и вообще забиваешь хрен. Тебе мама платит деньги. Я оплачиваю деньги, я работаю на двух работах. Просто, что значит, ну и что? А я сижу отливаю. Гена, я на тебя возлагаю все свои надежды. Я один у неё понимаю? Ты моя надежда и опора. Ну, хорошо. А я же ничего не делаю. Ты кем хочешь стать? Скажи, кем ты хочешь стать? Пока ещё не определился. Не определился. Как ты хочешь определиться, сидя там? В этом все сидят, все подростки выглядят. И что ты хочешь дальше добиться? Ты же не возьми никуда. Тебя пытаюсь учить. Это видно, были попытки. Мне не нравится английский язык, если он... А что тебе нравится? Хорошо, что тебе нравится. Вот у меня то же самое. Что тебе нравится? Это всё скучно. Вся учёба, это всё скучно. А вот это весело? Ну, я хотя бы релаксируюсь, отдыхаю. А ты всю жизнь будешь отдыхать? Где ты будешь деньги пройти? Где ты будешь работать? Пока рано ещё об этом думать. Какой рано тебе? А сколько лет сейчас? У тебя один из ты класса? У тебя сейчас всё решается. Ну, решу всё я. Пока я в ТикТоке хочу посидеть. И я не понимаю, что ко мне все привязали с этим ТикТоком. У меня все сидят. Там нужно сидеть, если ты уже хоть что-то из себя представляешь. Там все сидят абсолютно. Умеешь зарабатывать. Вообще можно стать блогером. Слышь за всем. Слушай, можно. Можно стать блогером. И зарабатывать такие же огромные бабки. А ты знаешь, что блогеры... Знаешь, вот, чтобы быть блогером, ты... Вот просто вот так вот начать снимать. Ты знаешь, ты хоть должен начать и учиться всё равно монтажу. Ты будешь учиться монтажу? Ты должен изучать алгоритмы. Ты знаешь, сколько должен изучать? Ты думаешь, блогер это взял, снял, ушёл, смонтировал и всё? Геночка, мы не спим. А по-русски сколько? Где ты будешь? А по-русски по 200 тысяч. Телефон, все ТикТок снимают абсолютно на телефон. Вот ставят. Это закажется. ТикТок. А ТикТок ты на ТикТоке не заработаешь. Если ты осматриваешь парень, то... Да ведь продвигать надо. Надо следить за американским блогером. Для этого и английский нужно знать. Зачем там английский переводчик есть? Если хочешь, хочешь, это на большую аудиторию. Телефон-то все хватит. Всё, Гена, хватит. А с вами Инна Викторовна, это последнее занятие. Ген, чё ты ему улетел? Мы с вами расстаёмся. Ну, понятно, ладно. До свидания. Удачи. Спасибо. Тебе нужно задуматься, Геночка. Ген, вот ты говоришь, что ты хочешь стать блогером, да? Ты знаешь, что сколько мы спим, чтобы снимать один ролик? Мы спим по 2 часа, по 3 часа. Мы можем снимать неделю. Вот наш вот человек сейчас за камерой подтвердит это, да? Скажи, Вадим, тебе легко всё достается, чем мы занимаемся? Вы посмотрите на его глаза и посмотрите на мешки. Это не смешно. На самом деле мы что сейчас хотим тебе сказать и то, что мы сейчас снимаем? Потом может быть и только посмотреть, а YouTube. Ты должен... Мы хотим показать, что это не просто, понимаешь? Все... Надо много чего изучать, много чего читать. Чтобы была речь поставленная, надо также читать. Если ты хочешь выйти на более крупную аудиторию, нужно изучать английский. Самое главное, что мы как бы всё выяснили, да? Помогли вам, надеюсь? Помогли вам? Очень помогли. Очень. Я... Вы знаете, если у меня были сомнения, то они все развеялись. Благодаря вам. С вашей помощью. Мы тоже очень рады, что вы помогли. Вот. То, что не против, если мы это выложим всё, потому что... Ну, как бы этот контент, который... Ну, как бы выгода и да, мы вам засняли. Хорошо, хорошо. Чтобы на канале сказать, что мы не против. Вы знаете, я не против. И я думаю, что это будет полезно и для многих, кто нанимает репетиторов. И, в общем-то, я... Ответственно. Ответственно подходили к этому вопросу. Потому что, вот, пожалуйста, я всю душу вложила, мы идеально вложились в эти занятия. И, пожалуйста, вот результат. Я хочу сказать о том, что результат это больше зависит от него. Да, да. Если человек захочет, он захочет, да? Надеюсь, что ты захочешь. Ну, Пяга, поехали? Поехали. Всё, удачи вам. Всего доброго. До свидания. Всего вам доброго, удачи. До свидания.